В конце 19-го, начале 20-го века почти 70% еврейского населения мира проживало на этой территории. От земель Польши и Литвы до территории Украины, а одновременно около 5 миллионов евреев находились здесь и ожидали возвращения в Узнание. 19-й век. Вы евреи, вы ортодоксальные евреи, молитесь 5 раз в день, изучаете еврит, но вы живете в христианской среде, поэтому вам запрещено быть частью общества, но все это вдруг меняется и меняется кардинально. В 1789 году. 1789 год. Происходит французская революция, начинается эпоха просвещения. Это впервые в истории, когда на европейском континенте людям предоставляют базовые права, просто потому что они личности. И внезапно евреи, молодые евреи, перед ними прицелет выбор. Теперь я могу пойти в светскую школу, я могу устроиться на официальную работу, могу стать политиком, адвокатом, врачом. И мы видим толпы еврейской молодежи, которая стоит перед выбором соблюдать Аллаху, еврейский закон, или позволить себе и своим детям стать членами общества. Но получается, что евреи становятся на одной ступени вместе с, скажем, немцем, дедушка которого участвовал в воинах, получил множество наград и так далее. Понимаете, какой это могло быть проблемой для людей? Начал появляться национализм. Все изменилось, теперь риторика стала такой, мы преследуем вас не потому что вы евреи, а потому что вы евреи по расе, по этнической принадлежности, по наследию. Так с новой силой рождается антисемитизм. Было множество евреев, которые поступали в университеты и считали, что просвещение – это ключ. Я пойду в университет и все примут меня, потому что я еврей. Тем более, что я, может быть, не практикую свою религию. Но это не принесло результата и 1880-е годы всплески антисемитизма. Еще больше преследований, и тут на сцене появляются герои. Его имя – Теодор Герцель. В 1896 году он пишет книгу об этом, которая называется «Еврейское государство». И он говорит том следующее, что если бы еврейский народ, который так много вкладывает в другие сообщества, если бы они имели свое государство, то весь мир увидел бы, насколько позитивен этот народ. И тогда все бы приняли нас. Так он пришел к политическому сионизму, идею о возвращении евреев в свою землю, чтобы там у них был свой выбор и решение действовать по своим правилам. Это нашло сильнейший отклик в секретцах евреев, которые страдали от антисемитизма, потому что им не было куда идти. В 1897 году в Базеле, Швейцария, Герцель там учреждает Всемирный Сионистский Конгресс. И говорит, в Базеле я основал еврейское государство. Если бы я это сказал сегодня, то все бы смеялись надо мной вселенским смехом. Но через пять лет и точно уж через пятьдесят лет все увидят это. Это произошло в 1897 году. А ООН голосовала 29 ноября 1947 года о признании государства Израиль. Спустя пятьдесят лет. Разрешая евреям иметь свое государство на подмандатах Палестине. Когда мы как верующие смотрим на это, мы вспоминаем языки 36, 22-24. Там написано «Народы узнают, что я Господь». И мы помним, что Господь заинтересован в других народах также. Я возьму вас от других народов, соберу от всех краев земли и приведу вас в вашу землю. Это то время, в которое мы сейчас живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова